Сегодняшняя тема Вдохновившись классическими американскими гангстерскими сагами, режиссер-дебютант Алексей Сидоров создал нечто уникальное для российского ТВ на тот момент – 15-серийную криминальную драму, главными героями которой стали не «хорошие парни», а «плохие». При этом сериал, вышедший на экраны в 2002 году, получился максимально близким к постсоветским реалиям. В результате, бригаду, по сути, историю взлета и падения четырех друзей-бандитов, приняли и полюбили все, и особенно те, кто пережил те сложные времена, события в сериале охватывают временной диапазон от 1989 до 2000 годов. Большинство увидело в ней голую правду жизни, пусть и несколько романтизированную в лучших традициях телевидения, а Саша Белый и его команда стали чуть ли не национальными героями, своеобразными «мушкетерами» со своим кодексом чести. Ну а когда «бригада» закончилась, долго не утихали споры о том, нормально ли так сопереживать «плохим» персонажам. Время показало, что успех сериала не был случайным, поклонники «бригады» вспоминают его до сих пор. Многие из них задаются вопросом, что стало с актерами, воплотившими на экране одних из самых ярких образов на российском телевидении. Рассказываем, как сейчас живут и чем занимаются Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Павел Майков и другие звезды культового сериала. Листай нашу галерею. И не забудь посмотреть наш интересный видеоролик о звездах. И еще читай. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.